Здравствуйте! Это телепроект «Губерния». Я его ведущая Марина Аксенова. Приветствую жителей Одессы и Одесской области. Сегодняшняя наша «Губерния» необычная, потому что мы решили вам все показать, чтобы вы могли всеми фибрами своей души буквально ощутить вот эту красоту, которая воцарилась в этом замечательном магазине сети компании «Ид Парфюмы». Уже пришла весна, и, конечно, каждый из нас хочет преобразиться, хочет хорошо выглядеть и, конечно, приобрести себе что-то новое, какие-то изумительные новые духи, косметику. И я думаю, что, познакомившись с тем, что предлагает сеть компании «Ид Парфюма», вы обязательно зайдете в один из магазинов и обязательно найдете то, что вам нужно. Компания работает на рынке Украины уже 12 лет. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Насколько для вас это дорогое, любимое место работы? Это наша жизнь. Вот, мне кажется, в этой фразе все заключено, потому что это действительно наша жизнь. Мы просыпаемся, мы думаем о работе. И мы проводим целый день здесь, мы радуемся. Понятно, что мы каждый день решаем какие-то рабочие моменты, рабочие вопросы. Мы уходим с работы, мы уже уходим с планами на завтра, на послезавтра, на месяц вперед, на полгода вперед. И вообще в мечтах о чем-то. Потому что, ну, это такой мир, в котором невозможно не мечтать. Мы видим весь мир здесь, мы видим все новое. Мы помним, вспоминаем, вернее, старое. Я сейчас имею в виду парфюмерные бренды, косметические бренды. Мы вспоминаем здесь историю, мы вспоминаем здесь культуру, мы общаемся здесь друг с другом, общаемся с людьми. Поэтому вот в этом во всем заключается смысл нашей деятельности, смысл нашей жизни. Мы живем, мы дышим, мы работаем, и мы счастливы. Вы стояли у истоков создания вот этих магазинов, во всяком случае, все, что относилось к работе дизайнера, художника, все это была ваша нагрузка, все это были ваши бессонные ночи. Несколько слов, когда все начиналось и как рождалась компания «Ид Парфюмы». Все началось в 2001 году, когда мы получили задание на проектирование, такое необычное. Это нужно было создать образ, нарисовать логотип для сети парфюмерных магазинов. На тот момент в городе было несколько очень маленьких бутиков, и пришлось нам огромную проделать работу по поводу того, что это вообще, как оно существует, что это за товар, мы углубились в историю, мы прочитали только переведенную книгу «Ид Парфюмер». То есть мы так углубились в эту тему, потому что мы очень долго вместе с клиентом, с нашим, и наша компания «Фридизайн дизайнеров», и креативщиков, мы долго думали, как нам нужно ее назвать. Но прежде всего это название, оно должно быть необычное, и в то же время обычное. И мы очень долго рассуждали, что мы хотим создать нечто. И вот это нечто, это «Ид», это и есть нечто. То есть мы решили создать нечто, то есть одна часть этого логотипа, она такая зашифрованная, это нечто, потому что это парфюмерия, это запахи, это что-то такое, что есть в нас от животных. То есть мы распознаем эти запахи, мы среди них живем, тем более у нас на юге это сеть одесская, мы знали, что это будет 4, 5, 6, 10 магазинов, но это наши одесские магазины. И вторая половина этого названия, мы решили, что «Ид парфюмы» — 4 точки. Почему 4? 4 такое число мистическое, мы очень долго думали, это 4 стороны света, 4 стихии, минимум 4 магазина, сейчас их 5, то есть вот эти вот размышления. Потом мы подумали, ну, чтобы людям было понятно, это парфюмы, «Ид парфюмы». Потом, когда все поймут, что это парфюмы, останется просто «Ид», это это, нечто. То есть останется иллюзорная часть. И с самого начала мы подумали, что вот такой, ну, модной фишкой или чем-то таким, чем мы привлечем, мы будем стремиться к тому, что мы будем делать эти такие арт-бутики, то есть это парфюмерные арт-бутики. Обязательно в каждом из наших магазинов будет какое-то панно или какой-то роспись потолка, то есть что-то такое коллекционное, что уникальное именно для этого магазина. Если взять вот этот магазин на Блужко, я знаю, что вы сюда пришли, когда здесь был вообще непонятно, то ли супермаркет, то ли что, в общем, холодильные старые витрины и так далее. Насколько сложно было работать над проектом этого магазина? Над проектом этого сложно работать было, потому что он был очень запущен сам по себе, как помещение. То есть сделать чистоту, красоту, вот поднять его на уровень вот этой элитной косметики. Очень было тяжело, потому что пять лет назад уже начался кризис и какие-то перемещения, то есть здесь вот соседствует, видите, побытовая техника. И мы придумали, ну, что здесь может быть нового. Мы все вычистим, подберем нашу цветовую гамму, которая была фирменная уже, это там пятый магазин наш, мы перемещались из торгового центра «Панорама», перемещались сюда, и уже традиционно мы решили сделать потолок. Ну, потолок в плане, видите, он такой простой, но в то же время наша цветовая гамма мы выбрали еще в 2001 году. Что она, основа какой? Да, основа цвета фирменного – это пудровый цвет, это розовые листики, это тело. То есть вся эта продукция, она стоит на фоне тела человеческого, потому что это все наносится непосредственно на тело, оно для души. И в этом магазине вот у нас было, что в распоряжении, 4 колонны, был потолок, который стандартный. Вот, потолок, мы решили, что мы его сделаем в нашей цветовой гамме, вот колонны сделали чуть-чуть, это помадки какие-то, тампано, видите, в конце зала. Это и это нечто, и это распускающиеся розы. То есть это расходится такой запах, вот он расходится, идет по потолку, то есть он завлекает. И когда ты едешь, проезжаешь по улице, то ты видишь этот потолок, из этого всего магнита, видишь вывеску и расписной потолок, на котором губы. Во-первых, хочется посмотреть. Во-вторых, это человека настраивает на определенный лад. То есть сама вот гамма, она настраивает, она очень позитивная, потому что она теплая, она приятная, она не режет глаз, то есть нет спора между марками, товаром, она все объединяет. Такое, так сказать, сочетание, с одной стороны, хорошей косметики, парфюмерии, с другой стороны, произведения искусства, такое арт-пространство. Это была идея ваша, либо человек, который, ну, основатель этих магазинов, это его идеи? Это наши совместные идеи, то есть мы решили, что это будет вектор, по которому мы будем двигаться, что это нас приведет к каким-то проблемам, то есть мы должны людям показывать, показывать что-то красивое, уникальное, да, то есть просвещать. Поэтому в зависимости от ситуации, от локации, вот эти пять магазинов находятся в разных районах города. Это Котовского сити-центр, Таирова, Афина, это такое туристическое сердце Одессы, Привоз, это наш астрономический символ, и магазин на проспекте Шевченко, такой самый бутиковый. И для каждого из этого магазинов мы сделали панно, это более авангардное, видите, такое оно более стилизованное. В Афине там историческая часть, как бы было историческое здание круглое, но стало современное круглое. И вот этот посыл в Древнюю Грецию мы там расписали, была большая стена в плане, она расписана, и туристы города любят под ней фотографироваться, то есть мы дали вот этот импульс, вот нарисуем, и все начали подтягиваться тоже рисовать. И сейчас даже для магазинов с выставки вот привозят модные собачки, висят сейчас в каждом зале, то есть это французский художник нарисовал для магазинов. Мы рисуем сами, потому что мы профессиональные художники, закончили Академию художеств, и привлекаем других художников со своим видением. То есть это авангардное панно на потолке, как на привозе, это просто нечто, что улетело. Это панно вот такие декоративные, современные, то есть и есть такие, знаете, посылы, вот как бы к истории самой парфюмерии, вот было панно, оно там есть на проспекте Шевченко. Это художник Сальвадор Дали, он очень любил свою жену Галла Дали, все знают, он ее все время рисовал. И вот фигура Галлы Дали, а сверху бутон розы, он стал, это его работа, она стала графика вдохновением для производителей парфюмерии, то есть женщины цветы, они пахнут как цветы, это ланком, логотип, это герлен, и мы вот как бы таким этим небольшим панно, мы дали вот такой вот импульс, что человек узнал, почему это, то есть оно вызывает у людей любопытство, что это. Женщина начинает узнавать эту историю, она видит где-то себя в этой истории. Сейчас там открылся маленький залчик, который мы оформили уже в авангардном, современном стиле, то есть это оформление 16-го года, но тоже посыл вот к очень модному художнику прошлого века Хуану Миро, то есть там интерпретация, мы используем новые технологии. Вырезаем лазером, рисуем вручную обязательно, вот, то есть вот это панно на ДСП, ему уже 12 лет, оно из одного магазина перекочевало в этот магазин, то есть они имеют самостоятельную какую-то жизнь. Сначала мы делали прямо на стенах, вот как здесь, вот, а потом мы поняли, что это можно, это как картина, она может куда-то переместиться, она найдет новое место, это уже будет здорово. Возможен ли такой вариант, что помимо ваших картин, потом захочется сюда повесить какие-то другие, других одесских художников? Есть такие мысли? Конечно. Древности не будет? Нет, нет, мы наоборот, мы... В этом не может быть древности, потому что это коллективная работа. То есть если индивидуальная твоя работа живопис, ты выражаешь себя, ты идешь на выставку, выставляешь, там подписана моя фамилия, Сонина Трунь, Тамара. Это моя живость, мое отношение к сегодняшнему дню, она моя авторская. Когда мы работаем вместе с заказчиком, с компаньонами, с продавцами, мы все вместе, это коллективный, коллективный труд. А здесь не может быть ревности, потому что мы стремимся к тому, чтобы эта культура, что искусство, оно везде. Человек заходит купить помаду, и он понимает, что он попал в какой-то центр современного искусства. Вот что-то новое, модное. Девочки себе откроют для себя какие-то вот новые вещи. Вот эти флаконы все, они каждый разные, свои оттенки, свои нюансы. То есть это тоже произведение искусства. Просто почему-то так получилось, что нас то ли не воспитывали к этому, то ли не учили, что к этому надо тоже относиться совершенно по другим взглядам. Дело в том, что именно в производстве парфюмерии, и это уже последние 150 лет, это с древности было, то есть шла определенная упаковка, флакон, в создании, в создании подачи того, как можно вот это нечто, наш ид, как его донести до людей. Он должен быть в сосуде, сосуд должен быть определенной формы. Здесь большое поле для фантазии, определенная технология. Ведь раньше не было стекла, делали древние египтяне, они это в камне, пытались что-то там, такие каменные у них сосуды. То есть это целая история, как это хранить, как передавать. От этого менялся дизайн, потом эти коробочки. То есть ни в каком другом виде, вот в фэшне, в одежде не присутствует столько направлений и столько видов искусства, как прикладное искусство, полиграфия, самосоздание образа. Это такая, знаете, комбинация того, что в этом одном предмете можно встретить все виды искусства и все направления, которые сейчас существуют. Дизайн, технология, искусство, цветовая гамма. Все это переплетается в одно целое. Это и есть культура человека. Поэтому видеть отдельное изделие, тут ты заходишь, ты понимаешь, к чему это. К чему это все дело. Сколько людей работает, сколько дизайнеров, технологов, живописцев работает над тем. Ведь создатели этих упаковок, они посещают все современные выставки, все арт-вернисажи. То есть используется старая школа. Даже вот гамма Ван Гог, Рембрандт. Используется, оттуда идет посыл и делается более современным. Из современных авангардных художников, понимаете. Даже художник 20 века, Радко. Его гамма такая розовая. То есть все картины, которые очень популярны, которые модны, которые безумно дороги. И то, что является топовым, вершиной культуры человечества, оно в этих предметах уже присутствует. То есть ты покупай этот флакон, беря в руки даже саму эту коробочку. Почему некоторые хранят коробочки, не выбрасывая. Знаете, вот есть это в женщинах. Они сейчас флакончики не выбрасывают. Вот о флакончиках, которые не выбрасывают, это тоже. Они очень много раритетных флаконов. Есть целые выставки. И есть аукционы, где продаются. Есть очень дорогие флаконы. Они тоже являются. Лолик, фирма известная, стекольная. То есть они являются произведением искусства. Вот вроде бы вещь утилитарная. Ты попользовался и выбросил, но нет. У вас есть такой флакончик из юности? Храните что-то? Да. Что это? У меня есть фиджи. Да. Клема. Нет, клема. Они были очень взрослые, я не пользовалась. То есть родители, у меня было диарелла, диариссима. То есть вот такие более молодежные. Наши женщины, мы не знаем, что это модно, популярно. И большое количество людей в Европе хранит. У них есть, у них есть коллекции. Они обмениваются этими коллекциями, выставляют. Ну я думаю, что мы сегодня немножечко их просветим. Или приоткроем тайну, потому что действительно, наверное, каждая женщина что-то хранит. И не хочет выбрасывать, связанно с какими-то воспоминаниями. И нишевые вещи. Есть очень узко сейчас популярно, да, такие вот. Твой индивидуальный запах. Нишевая парфюмерия, помимо такой массовой. То есть здесь такое поле деятельности не просто вот для женщины и для художника. Здесь даже люди меняются. Вот они в магазине работают. Они поменялись, потому что они смотрят на картину. Им интересно. Некоторые покупают что-то себе домой, украшают дом. И я думаю, что вот это направление этой бесконечности, вот эти четыре точки. То есть мы будем усовершенствовать эти магазины бесконечно. Добавлять точки. Эти, другие. Да. Эти, другие. И люди должны видеть, что модно, что популярно. Может быть оно вначале кажется странным, а потом проходит какое-то время. Думаешь, боже, я видел, да у нас это уже есть. И я уже как бы к этому даже приобщился, потому что я клиент таких магазинов. Время идет вперед. И я думаю, что перспектива очень большая у таких вещей. Потому что арт-бутики все же поняли, что это такое жить в арт-бутике. То есть это отель, где каждый номер индивидуально оформлен. И так точно и магазины. Так что наша давняя идея, я думаю, имеет продолжение. Достаточно много брендов. Именно вы привезли вот непосредственно. В компании «Парфюмы». Что для вас самое любимое, чем вы гордитесь? Мы гордимся итальянскими брендами, конечно. Потому что там, где Италия, там всегда Одесса. Наш город делали итальянцы. Итальянская культура, итальянское искусство нам, естественно, очень близко. Итальянцы всему миру всю жизнь продавали свой вкус. И сегодня все эти тенденции сохраняются. Нам этот вкус, поскольку мы живем в городе, сделанном, построенном, взросшенным итальянцами. Нам этот вкус очень близок. Мы живем в этой Италии. Недаром Одессу называют итальянским городом. Косметика итальянская, естественно. Мы без нее никак не можем обойтись, потому что мы все привыкли говорить о Франции, рассказывая о парфюмерных брендах, о косметических. Но, в общем-то, Италия всегда была законодательницей всех мод. В Париже она как бы утверждалась и проходила экзамен. Да, кастинг, экзамен такой. Но Италия была всегда законодательницей. И поэтому мы особо гордимся нашими итальянскими брендами. Я их уже называю нашими, потому что они нам стали близки, родные. И мы познакомили с ними большое количество наших дорогих, уважаемых женщин. И мужчин в том числе. Особенно мы гордимся нашим итальянским брендом Мизауда. Я бы хотела рассказать, вот люди заходят, спрашивают, что означает это название Мизауда. Они всегда его могут произнести точно. Это имя женщины. Дело в том, что создатели этой марки Мизауда, три молодых итальянца, великолепные, спортивного сложения, очень умные, очень воспитанные, очень культурные, выросшие в итальянском вкусе, получившие прекрасное образование. Они очень хорошо знают, что нужно современной женщине. У них есть девушки, у них есть родители, мама, тетя. Так вот, они взяли имя своей тети и сделали этим именем название бренда. Тетя всегда отличалась изысканной красотой. Красота была не только внешней. Она была во всем ее теле. Руки, лицо, волосы. Красота была во всем ее доме. И как мог иначе называться этот бренд, который просто был олицетворением, одухотворением красоты. Поэтому они назвали его Мизауда. И сегодня очень много точек продажи по всей Италии, по всему миру. Эта косметика пользуется огромной популярностью, потому что она очень самодостаточная. Она, основной лозунг этой марки, express yourself, don't repress yourself. То есть вырази себя, прояви себя. Она настолько многогранная в палитрах, в оттенках, в текстурах. Это сегодняшний день. Это современные технологии, без которых мы, естественно, жить не можем и двигаться вперед мы не можем. Это все современные тенденции. Качество, внешний вид, то, как наносится эта косметика. А доступность, Катерина, для наших женщин? Итальянские бренды никогда не отягощали плохим самочувствием карманы наших клиентов. Никогда. Это всегда была доступная косметика. Она всегда отличалась отличным качеством, приемлемым, хуже, лучше. Но она всегда отличалась великолепным восприятием. Она нам всегда была близка и никогда не опустошала наши карманы. Поэтому ценовая политика более чем приятная. Очень демократическая цена. И все вместе цена, качество, любовь. Она получила моментально любовь. Вы знаете, как мы приезжаем в Италию, смотрим на итальянское небо, смотрим на все. Мы не можем не полюбить это, потому что нам это очень близко. Вот эта средиземноморская культура, очевидно, когда-то она в нас родилась, и с тех пор она так в нас и живет. Вы сейчас будете пользоваться косметикой компании Мизауда? Да. С учетом того, что это дневной макияж, прокомментируйте немножко. Для бровей я буду использовать два тона, чтобы сделать их максимально натуральными. Сейчас вы закончили брови, и я так понимаю, что дальше вы будете делать главный акцент на глаза. Если сравнить дневной и вечерний макияж, что бы вы предложили для столь юной леди? Я бы предложила сакцентировать внимание на глазах, добавить легкий зеленый оттенок, сочетав его с бежевой основой. Вечерний макияж у дневного отличается насыщенностью цветов, самими цветами, их сочетанием. То есть мы можем использовать контрастные цвета в макияже. Если мы уже взяли, как пример, зеленый, то есть мы можем делать зеленый с коралловым или зеленый с фиолетовым. Такие более концертные варианты, подиумные. И мизауда дает возможность для фантазии? Конечно, конечно, мизауда дает возможность. Цвета и текстуры очень разные. Есть как матовые, перламутровые. И то же самое, и насыщенность оттенков абсолютно разная. Есть полупрозрачные тени, есть насыщенные цвета, плотные, которые ложатся равномерным, плотным, одним цветом. А скажите, пожалуйста, вот некоторые жалуются, вот разница в тенях разных компаний, вот что некоторые тени сыпятся. Вот эти при работе, они сыпятся на скулы? Тени никогда не сыпятся, если использовать базу по тени. Да, я вам открою маленькую тайну. Чтобы макияж держался качественно и долго, и хорошо, итальянцы позаботились и сделали такую базу под макияж. База, как и все базы, но в частности мы говорим о базе фирмы Мизауда, она занимается тем, что выравнивает полностью рельеф вашей кожи. То есть, насколько у вас поры присутствуют, морщинки или какие-то недостатки, эта база постарается выровнять вам весь рельеф кожи, сократить поры. Макияж, который будет наноситься на базу, будет держаться до самого вечера. Он будет изысканным, стойким. В принципе, то, что нам и нужно от макияжа, да, чтобы мы утром накрасились и забыли об этом. На целый день? Да, на целый день забыли. Вот праймер, он просто необходим, мне кажется, для... Просто не все знают. Мы всегда, когда продаем эту косметику, мы даем женщине воспользоваться тем, что мы знаем, и показываем макияж, нанесенный с праймером, и макияж, который без праймера. Есть разница, и она заметна. То же самое праймер для теней. Здесь совершенно великолепная гамма карандашей. Карандаши разных цветов, вы можете подобрать любой. Мало того, вы можете использовать карандаши просто как карандаш для губ, даже без помады. Такое тоже практикуется. Карандаши есть водостойкие, есть обычные. Обязательно, когда мы знакомим клиентку с маркой Мизауда, мы говорим о помадах. Потому что помады – это просто бестселлер этой марки. Они представлены в четырех текстурах на любой вкус. Это могут быть матовые помады, это могут быть перламутром, это могут быть полупрозрачные текстуры, это могут быть помады с сиянием изнутри, с сиянием сверху. Ну, в общем, есть где развернуться. Да, есть возможность попробовать все. Вот именно потому, что эта марка такая многозначительная и многообразная, женщина может выразить свою индивидуальность по-разному. Сегодня она будет с оранжевой помадой, завтра она будет с бордовой помадой. Сегодня посмотрели мы последнюю коллекцию фэшн моделей от Джорджа Армани 2016 года. Очень модный цвет Марсала, все модели выходят на подиум в этом цвете. Нам радостно, потому что мы можем предложить в этой косметике эти цвета. Обязательно используется банальный крем с гиалуроновой кислотой. Почему? Потому что гиалуроновая кислота, она ухаживает в течение всего дня, пока женщина в этом тональном креме, она в течение всего дня ухаживает за кожей. Помимо этого, тон, естественно, выравнивает оттенки, выравнивает оттенок кожи, держится долго. И современные технологии производства тональных средств обеспечивают очень крепкое сцепление тонального крема с кожей. Этим обеспечивается гладкий, стойкий макияж на весь день. Поэтому тональный крем и ухаживает за кожей, и выравнивает ее. И самое главное сегодня качество всех тональных средств и вообще кремов, и ухода за кожей – это эффект сияния. Потому что наша кожа, наша визитная карточка, и насколько хороша наша кожа, говорит о том, как вообще мы себя чувствуем, состояние нашего здоровья и благополучия вообще. Сегодня очень популярен эффект сияния. Молодой, здоровой коже присущ этот эффект без каких-то дополнительных косметических средств. В этой марке многие средства имеют этот эффект. Раньше было принято поглощать свет, матировать полностью кожу. Сегодня фирмы немножко отходят от этого. То есть они сохраняют матовые оттенки в тональных средствах, но они еще спешат, чтобы женщина сияла. Спешат дать возможной женщине сиять, сверкать, чтобы лицо было, выглядело моложе. Я бы очень хотела познакомить одесситок с кремами этой фирмы «Мизаута Милана». Почему? Потому что, как бы, все знают о полезных свойствах гиалуроновой кислоты. И на сегодняшний день гиалуроновая кислота является основным незаменимым продуктом, который самостоятельно вырабатывает наша кожа, но которая с возрастом все меньше и меньше вырабатывается. И от этого мы видим тусклый цвет лица, от этого мы видим морщинки от сухости, от возраста, от внешнего агрессивного воздействия климата и окружающей среды. Так вот, в этих баночках замечательных как раз находится молекула с маленьким весом, молекула гиалуроновой кислоты, которая очень хорошо проникает в кожу и очень хорошо восстанавливает уровень увлажнения кожи. С утра до вечера поддерживает этот оптимальный баланс увлажнения. Одна молекула гиалуронки притягивает к себе тысячу молекул воды. Можете себе представить, насколько комфортно ощущает себя кожа, когда ей вдруг дополнительно дают огромный вот такой вот глоток жидкости, она утоляет жажду, во все свои потребности удовлетворяет. И здесь представлена не очень большая, но очень необходимая, такая лаконичная система ухода за кожей. Сыворотка, крем под глаза и пять видов разных кремов. Основная их деятельность – это увлажнить кожу, придать ей состояние комфорта, дать вот то сияние, которое необходимо, чтобы кожа выглядела как молодая, здоровая, юная, свежая кожа. Здесь есть кремы на любой вкус, здесь есть кремы для тех, кто нуждается в лифтинг-эффекте, кремы для тех, кто хочет успокоиться, разгладить ее, получить удовольствие от применения на ночь, например. До сна мы просто наносим ночной крем, и мы, когда его втираем в свою кожу, мы просто успокаиваемся от этого удовольствия, от легкой ароматической такой композиции, от такого приятного сливочного нанесения. И этот крем успокаивает не только кожу, он успокаивает, по-моему, нервы, и женщины приятно засыпают с ним вместе на коже. Особенно мне хотелось бы рассказать о названиях, какие создатели этой марки придумали этим кремом. Один крем называется Skin Lover, то есть любовник кожи. Все, что нужно своему партнеру, любовник знает, и поэтому, естественно, он восполняет все потребности своего партнера. В данном случае партнер являются крем и кожа. Следующий крем называется Good Times, то есть прекрасные времена. Это крем, который увлажняет кожу, выталкивает мелкие мимические морщинки, в течение всего дня ухаживает за женской кожей, избавляет ее от сухости, от неприятного дискомфортного состояния. Это крем ночной Sweet Dream, сладкие мечты. Я о нем уже сказала. Это просто сладкий. Действительно, женщина засыпает расслабленная, успокоенная и видит сладкие сны. Еще один крем называется Forever Young, вечно молодой. Он идет с лифтинг-эффектом и помогает женщине как можно дольше сохраняться вот в таком первозданном прекрасном виде. И последний крем Pretty Woman. Красотка. Мы все знаем это слово Pretty Woman. Вот такие вот чудесные названия. Мне кажется, что это очень оригинальная вещь, когда люди, три молодых мужчины, могут придумать, создать что-то оригинальное, что-то прекрасное, что нравится всем. И в данном случае вот такие вот великолепные названия. Особо я должна сказать про лаки фирмы Misaude, потому что такой огромной и обширной программы, как в Италии, по уходу за ногтями, это, наверное, где-то ни в одной стране мира. Итальянки очень хорошо следят за состоянием своих рук, своих ногтей, и поэтому они предлагают огромный выбор средств. Это уход за ногтями, это лаки обычные, это лаки с эффектом геля, это система лак, шелак. Многообразие продуктов и многообразие цветов. Это очень важный момент, потому что такое количество цветов, как мы узнали, познакомившись с Misaude, мы, по-моему, никогда в своей жизни не видели. В борьбе со старением ученые не сдают позиции и все время находят новые способы продлить нашу молодость. Белоснежные орхидеи на нежно-бирюзовом фоне. Это фирменный цвет нового бренда, созданного известным во всем мире старейшим швейцарским косметическим концерном Rivali. Специалисты компании занимаются научными исследованиями в области косметологии и имеют доступ к лучшим активным ингредиентам. Почти 60 лет концерн продавал свои разработки известным косметическим маркам, а сейчас решил заняться сам производством продукции Anti-Age. Это новая концепция, за которой стоят серьезные исследования и которая дает удивительные результаты, сравнимые с результатами, применяемыми в эстетической медицине. В составе продукта находится молекула гиалуроновой кислоты третьего поколения, позволяющая вернуть коже плотность и разгладить морщины. Использование косметической продукции Rivali по эффективности сравнимо с инъекциями гиалуроновой кислоты, только без всяких уколов и иголок. Фантастический эффект обеспечивают прекурсоры, а не главная изюминка косметики Rivali. Это особые молекулы, которые доставляют в клетки кожи активные компоненты высокой концентрации. При этом исключены раздражения или их отторжения. Швейцарская косметика высокой точности Rivali – это незаменимая роскошь, марка для изысканных женщин, желающих культивировать ценности, связанные с искусством красоты, на самом высоком уровне. Наконец-то Rivali в Одессе и только в сети компании «Ид Парфумы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова